всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу предложить вашему вниманию расклад который предложила тина называется он почему я не хочу выходить из болота что меня там удерживает и с этим мы с вами будем сегодня разбираться позиции вы видите сегодня я поставила камеру бокам потому что мне так удобнее вот и голос мой немножко такой будет хребловатый вот потому что не знаю чё-то першит поэтому как-то так и так 1 2 3 позиция голубенькие красненькие зелененькие камешек возможно увидите в зеркальном отражение это не потому что я так хочу а это просто потому что так камера стоит вот и давайте мы с вами приступим попробуем разобраться почему мы входим свое привычное болото удобно и так позиция номер один голубенькие камешек так сторонку и его сюда на это вот так чтобы было итак первая позиция в каком болоте вы пребываете ну смотрите я не знаю это болото сегодняшнее либо это вообще ваше привычное болото вот но она связана с определением да когда вам сложно определиться с тем что вы хотите здесь скорее всего даже не то что вы хотите а здесь сложно определиться как будто с выбором пути ощущение того что проще как-то знаете как чтобы вселенная подбросила какой-то выбор до что-то для себя за на скорее всего решила вот я увижу эти знаки и потом я буду делать выбор то есть здесь нету такого пассивного до пути что вот мне предложила вселенной да и я вот иду поэтому нет здесь первично как будто бы предложение должно поступать всегда от вселенной и а вы будете уже реагировать то есть самостоятельно что-то создавать здесь вот как будто бы нету то ли готовности то ли желания но здесь вопрос болото связан с определением дело в том что дуальность на которую вы смотрите здесь как бы так сказать причина связана с тем что вы видите всегда только два варианта да причем это абсолютно противоположные какие-то варианты например идти не идти на делать не делать менять работу не менять работу то есть вот что-то такое и здесь вы как будто бы не видите вариативность что существует мили не только крайности противоположные существует много каких-то еще и промежуточных путей и этапа вот вы их как будто бы не видите вот ваше болото оно связано с тем что иногда мы не хотим делать выбор и проще остаться на том месте на котором вы находитесь о чем еще здесь говорит болото но вот в ожидании на что я сижу и жду что иногда здесь ощущение такое что я коней либо лошадей на переправе не меня да то есть если во что-то вложился если я когда-то что-то выбрал либо выбрала да то я должна идти до конца здесь нету такого отношения к жизни как к некой к никому путешествие что вот я попробовал мне не нравится окей я не обязательно должен доводить это до конца я в любой момент у меня есть возможности права что-то изменить да как-то вот переиграть у вас такого нету то есть здесь должно быть все четко конкретно если я выбрала это значит я должен идти до конца то есть если я выбрал этого человека в отношениях туда же в процессе если я вижу что не подходит не получается не развивается я менять не буду я буду идти до конца до победного потому что здесь ощущение того что знаете вот какой-то ответственности только ответственность за выбор который вы уже сделали а вот ответственность чтобы его сделать не после того как вы то здесь есть присутствует ответственность за принятое решение но за само решение чтобы его принять то есть за последствия вы берете ответственность а за сам выбор вы как будто бы не берете ответственность долгое время ждете вы очень терпеливые вы можете давать очень много шансов возможности вот прям до самого последнего почему потому что вкладываетесь на все сто процентов все в то во что вы очень верите поэтому вам сложно как-то вот отказаться да здесь вопрос того что я отказаться как-то вот не могу от того к чему я прикладывал какие-то усилия также здесь еще есть какая-то потаеная такая вера надежда что а вдруг это все получится да особенно если это отношение которое ну либо знакомство дружба много-много лет да то есть когда это вот на протяжении многих долгих лет и потом вы понимаете что допустим человек ну ваши пути должны разойтись да это может быть друг это может быть даже не обязательно ссора может быть просто приятель знакомый переезжает до в другой город другой район другое место его здесь вот это вот отпустить человека это очень очень сложно для вас почему потому что вы привязываетесь вот ваше болото но связано с выбором с временем с тем во что вы вкладываетесь иногда знаете здесь еще такое ощущение что а может быть дать второй шанс а может быть дать третий шанс вот вы очень много шансов даете прежде чем полностью окончательно отрезаете человека потому что вам кажется что может быть да вот вы всегда видите какие-то потаенные мы смыслы да какие-то вот вторичные это не выгоды это какие-то вот моменты которые возможно люди на первый взгляд не видят то есть вам кажется что а вдруг там я не знаю ну человек изменился да либо а вдруг эта ситуация со временем как-то будет развиваться по-другому то есть вы изначально видите да когда что-то идет не так но как бы так сказать вот ваша вера в то что вот вы выбрали значит что-то до определились значит она так и будет и вот знаете вот вы как будто бы на на период как-то вот просматриваете предугадываете и вам сложно признать что в чем-то возможно вы ошиблись и вот чтобы себе доказать что вы не ошиблись да что вы не ошибаетесь вы готовы продолжать до конца идти до конца в той ситуации которая ну очень как будто сказать вы вы чувствуете да что вот этого делать не надо но все равно идете вот прям как честно сказать до последнего вот такое у вас болото я не знаю может быть оно сейчас может быть это ваш сценарий такой так а что что вас там удерживает вот в этом болоте да не не определяться вот почему вы не делаете выбор обновление шанс знаете здесь хочется сказать страх совершить просто первый шаг страх совершить первый шаг опять-таки здесь может быть это связано и с тем что ну вот вам перемены знаете вот они как будто бы не даются легко здесь ощущение того что вы любите какое-то вы знаете постоянство здесь также знаете еще как-то вот двояко идет с одной стороны я люблю какое-то постоянство я люблю структуру а с другой стороны мне нравится новые впечатления мне нравится что-то новое узнавать что-то новое познавать но при этом вот это вот новое но должна каким-то образом накладываться на ту структуру на тот фундамент который уже существует то есть вам важно чтобы была опора под ногами чтобы все было стандартно чтобы все было понятно да ну вот как привычка только вот вы хотите что в привычке были как какие-то постоянные обновления я не знаю может быть это работа да чтобы она у вас была постоянно какая-то работа но при этом при этом чтобы в этой работе можно было постоянно как-то экспериментировать что-то новое привносить да и вот здесь как это совмещается да эти две вещи я не знаю но вот вы как будто бы такое хотите поэтому какой-то вы знаете страх пойти в новое страх рискнуть причем знаете здесь страх такой он существует но если вас спросить а чего именно вы боитесь вам сложно будет сказать а вот чего вы здесь вот боитесь по шуту а вы боитесь того что здесь скорее всего даже не то чтобы боитесь а вы как будто бы не верите да здесь отсутствие до 2 аркана веры а вы как будто бы не верите что вообще возможно что-то новое помимо того что вы уже попробовали то есть такое ощущение что либо вас была такая насыщенная жизнь то либо путь какой-то вот ну знаете путь мудреца много чего увидел много чего познал и вот вам кажется что в жизни уже нету ничего такого чтобы вас могло удивить и здесь еще знаете здесь не хватает как будто бы сил ресурсов на то чтобы пойти в новое да чтобы шагнуть в это новое чтобы сделать выбор почему потому что по аэрофан туда есть какие-то правила которым вы соответствует я говорю есть какая-то вот традиции да какие-то вот привычки и вот вам их очень сложно изменить вам будет некомфортно здесь нужно прикладывать очень много сил и какой-то ну вот силу воли да для того чтобы что-то изменить как-то изменить свою рутину как-то изменить свой день он настолько знаете устаканившиеся настолько здесь вот ощущение того что вы делаете примерно одни и те же действия до каждый день примерно один и тот же образ жизни у вас который на протяжении многих лет до не меняется и вот представить себе то есть знаете ощущение того что я могу мечтать о чем-то но при этом вот если бы это реализовалась я не уверен не уверена что я бы этого хотел то есть мечтать да мне приносит какое-то удовольствие а вот что-то сделать действительно в реальной жизни ну вряд ли на почему ну вот четверка пятакли да карта которая краски говорит о том что вы как-то держитесь держитесь за свою стабильность почему вы держите причем две четверки почему вы держитесь император потому что знаете вот вы как-то вот выстроили все вопрос безопасности во первых отсутствует полная любознательность любопытства до того чтобы узнать что-то вне рамок здесь ощущение того что вы знаете человек устал немножко от вообще приключения жизни а того что с ним происходит вот ему уже как-то нету вот этого вот детской детского какого-то такого напора что а давай рискнем от вот авантюризма да а давай попробуем а давай что-то сделаем будешь уже такого нету да здесь уже человек какой-то вы знаете тяжелый на подъем он будет думать а зачем а в чем смысл а надо ли мне или нет то есть знаете здесь вот комфорт а вот я выстроил какую-то комфортную для себя обстановку комфортную жизнь и мне вот совсем не хочется да что-то в ней менять и здесь не про то что это вот комфорт он неудобный и что вот знаете как-то вот болото болото вот для вас это не болото для вас это джакузи да с горячей водой это джакузи ну в котором комфортно удобно ну и что что есть ограничение да что вот закузи она определенных размеров не вот ничего страшного зато мне в этом приятно и вот знаете здесь как будто бы вы не то чтобы вы не хотите отказаться от удобств не хотите отказаться от вот это вот удовольствие да которая ваша понятная ситуация приносит вам поэтому ну то есть вы и вы как будто бы не понимаете смысла да то есть а для чего то есть вот такой человек который лишний раз знаете не развернется не потому что вы и тяжелый да а то есть я здесь ощущение такое что если бы вы для себя нашли смысл да вот для чего ради чего поменяться то вы бы это очень быстро сделали да здесь вопрос смыслов здесь вопрос какой-то глубины знаете вот какого-то вашего восприятия такой человек которым сложно вот прям по иерофанту и императору вас как-то переубедить да здесь у вас всегда найдутся какие-то аргументы у вас на все есть свой свои ответы свои какие-то доказательства то во что вы верите да то есть вас переубедить очень сложно поэтому я говорю что вы тяжелый на подъем при условии того что вы не понимаете зачем вам что-то менять то есть меня и так все устраивает поэтому что-то новое начинать не зачем но опять таки с другой стороны то что я сказал да в самом начале если вдруг фортуна удача подбросит вам какой-то шанс да например вы не планируете поехать в отпуск вам и так хорошо да но вдруг какие-то билеты подвернулись за какой-то вот там отпуск или еще что-то то вы согласитесь но так чтобы самостоятельно запланировать поехать там отдохнуть или еще вряд ли да я вот дома посижу да там где мне комфортно там неудобно да прекрасно например куда-то пойти повеселиться но вот пижаме дома удобнее понимаете то есть вы не отказываетесь но при этом самостоятельно что-то создавать нет почему вы не хотите выходить из своего болота в принципе я ответила но давайте посмотрим почему вы не хотите ну вот смотрите прям две два аркана до справедливость и умеренность да вот прям про баланс прям права весы вы такой человек которым вам нравится знаете здесь ощущение того что вот ваше болото она не негативное не могу сказать что она негативная но вот что я сказала да что это не болото вот именно закузи в котором приятно комфортно и вы расслаблены здесь дело в том что вы находитесь да вот здесь такой знаете человек который возможно в прошлом вас раскачивали на эмоции очень сильно по умеренности да вот эти вот крайности есть опять-таки двойственный аркан тоже то есть крайности и в какой-то момент вы вкладывались очень сильно эмоционально и ресурсно и здесь вот вы как будто бы устали на этих качелях кататься и вы как будто бы для себя сейчас нашли какой-то баланс да вот какая какой-то равновесие вот у фоново как-то успокоились поумерились да немножечко в своих страстях своих эмоциях своих переживаниях и помня прошлый свой опыт да вы как будто бы не совсем хотите идти что-то новое чтобы заново переживать эти эмоции у вас это уже было неважно это в плюс либо в минус там переживание либо наоборот радость вам уже хочется быть как-то знаете в каком-то вот умиротворение да вот оставьте меня в покое и вот все хорошо все что нужно делать я сделаю да все какие-то вот дела какой-то ответственность я же от нее не отказываюсь я просто как будто вот этот вот маховик ваш очень сложно сейчас стало раскачивать потому что то ли вы здесь два момента может быть то ли вы не умеете управлять своими эмоциями и поэтому избегаете любых эмоциональных ситуаций потому что но не знаете как правильно реагировать и вы как будто бы уже устали искать ответ на вопрос а как же мне реагировать либо здесь действительно вы нашли какую-то знаете свою золотую середину и это ваш путь да то есть вы как-то поумерили свои амбиции поумерили как-то свои желания то есть вы ощущение того что довольствуетесь малым не потому что вы не верите что вы не можете что-то большего иметь а просто потому что вам так на данный момент комфортно вот ощущение того что вы сейчас находитесь вот каком-то энергосберегающим режиме энергосберегающимся режиме каком-то да то есть лишний раз вот не повернулась не направо не налево лишний раз не сделаю шаг не потому что здесь страхи здесь нету страхов а здесь нету желания да нету желания вкладываться а вот почему вот что здесь такое у вас здесь происходит суд а вот смотрите здесь почему здесь потому что происходит изменение очень серьезная трансформация и поэтому ваше болото я так понимаю что нам показали все-таки картинку нынешнего момента не у него общем а вот нынешнего момента здесь происходит у вас очень серьезные какие-то перемены и на эти перемены которые происходят внутри вас вы тратите очень много энергии и у вас поэтому нету взаимодействие то есть у вас идут серьезные перемены внутри и поэтому вовне вам не очень-то хочется тратить свои силы потому что ну не хватает и внутри и снаружи поэтому ощущение того что вы как будто бы поставили на какую-то паузу весь ваш внешний мир для того чтобы завершить внутри себя какие-то очень серьезные процессы переосознания знаете вот когда погружаетесь внутрь себя для перепосмотра переосознания своей жизни как я жил что я делал как вы знаете чтобы поставить какие-то точки но здесь идет внутренний ваш процесс самим собой и завершил все что нужно вот именно внутри вас только после этого вы сможете снять знаете как сторона захочется сказать да свою машину и как это поставить ее на скорость и начать двигаться сейчас у вас как будто бы на механике стоит нейтральная такая позиция да когда вот ну нет никакого движения и вот потому что нужно кое-что завершить нужно кое-что пересмотреть для того чтобы произошел процесс перерождение здесь идет момент очищения что и как я не буду сейчас смотреть потому что все таки не стоит вопрос нашего расклада но вот основная карта показала почему сейчас с вами происходит вот то что происходит так это у меня была позиция номер один соберу карты где наш аркан суда вот мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку на посерединке двоечки давайте посмотрим в каком болоте вы пребываете именно сейчас да потому что так стала смотреть первые позиции именно сейчас если вы находитесь в болоте вы ощущаете это то что у вас здесь за болото так ну по королеве жезлов болотом назвать это не совсем было бы уместно вот скорее ну у вас сейчас наверное период праздников да потому что все таки королева жезлов это аркан движения да пускай не такой яркий быстрый как у короля но у королева есть свой ритм да как я вспомнила как ведической философии да мужчины олицетворяются с жеребцом а женщины с коровой причем корова которая кормящая да с полным выменем и вот я помню когда я впервые услышала это эту ассоциацию там речь шла о том что женщины все время куда-то бегут торопятся вот представьте себе значит корова у которой переполнено в имя молокам если она будет бегать насколько это будет красивая изящная картина то есть бегать и двигаться всегда должен мужчина да жеребец это его природа а природа женщины это вот знаете вот как у коровы наслаждаться жизнью медленно трава жевать траву да никуда не двигаться вот прям быть на лужке где-то там прилечь отдохнуть да вот такая вот ну пассивная более пассивная такая позиция так вот здесь королева жезлов и девятка кубков как раз и говорят об удовольствии об наслаждении то есть сейчас скорее всего если этот период можно назвать болотом в чем я очень сомневаюсь да сейчас просто такой вот период когда хочу знаете вот каких-то позитивных эмоций позитивных переживаний наслаждений именно для себя здесь такая хорошая позиция независимо того мужчина вы или женщина когда мы задумываемся о своем удовольствии да когда мы себя учимся ставить на первое место да сила здесь аркан силы знаете вот как лев летом да когда очень жарко после того как охота закончилась да и в принципе трапеза была завершена вот вся все семейство кошачьих да там львы и тигры они любят лечь так на солнышке и лежать да вот просто лежать ничего не делать не случайно мне этот образ корова здесь появился так вот здесь вот ощущение того что вы сейчас находитесь в периоде наполнения силы то есть это не болото а это вот период когда вы собираетесь со своими силами когда вы восстанавливаете свои силы почему потому что вы по натуре да что здесь огонь что здесь огонь такой достаточно позитивный человек причем по аркану льва всегда проходят энергетические доноры это люди у которых вот огромное количество энергии да силы потенциал позитивные они очень позитивные они очень яркие такие солнечные представители да вокруг которых всегда должны быть люди так вот здесь у вас сейчас период когда вы скорее всего восстанавливаете силы и для этого вот вам нужна девятка кубков да то есть удовольствие но для себя не для кого-то вы сейчас не готовы входить во взаимодействие с другими людьми да вы можете как-то быть знаете как как яркий красивый цветок который привлекает внимание но цветок он опять-таки пассивен да пчелки бабочки все такое все эти насекомые они прилетают к цветку не цветок убежит цветок он просто есть да он как-то вот заметьте мне по девятке кубков всегда проходят характеристика людей которые очень яркие но при этом они ничего не дают а только лишь берут но они будут завлекать как будто свои сети да посмотри какой я красиво посмотри какой я яркий какой я солнечный как хорошо со мной да приди ко мне вот здесь вот как будто бы что-то такое вот манящее поэтому нет здесь не болото здесь просто человек скорее всего восстанавливается ну вот в подтверждение да аркан солнце 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 здесь солнце здесь аркан по знаку зодиака это лев а львом опять-таки управляет солнце королева жезлов тоже про солнце здесь очень много энергии очень много энергии но вот видимо сейчас то что я уже сказала да это какой-то восстановительный процесс причем этот восстановительный процесс он не не в пассивности вы пассивные в контексте взаимодействия с другими людьми то есть вы не готовы сейчас что-то отдавать взамен да то есть нету правильного энергообмена вы готовы либо способны только принимать сейчас но это не значит что вы сидите либо лежите либо отдыхаете нет здесь вы можете радоваться наслаждаться это знаете есть дети которые есть категория детей которые играют вот как-то в команде в песочнице а всегда есть в песочнице в углу какой-то другой ребенок который играет сам по себе и ему не скучно вот вы примерно такой же ребенок сейчас который играет в песочнице сам собой и ему это приносит удовольствие у них очень как-то взаимодействует с другими людьми да это вот его способ восстановления особенно по аркану силы такое часто бывает когда люди отдаются дают свою энергию что-то вкладывают кому-то что-то рассказывают что-то делают для других людей а потом наступает период когда им самостоятельно нужно восстановиться опять-таки как львы которые организовывают охоту охотятся очень много энергии сил калории тратят а вот потом и нужно период восстановиться вот они лежат и восстанавливаются вот здесь вот примерно что-то такое хорошо что вас удерживает сейчас вот в этом состоянии шестерка кубков знаете какие-то воспоминания может быть о прошлом что-то связанное с детством да как вариант но здесь скорее всего воспоминания о прошлом о чем-то таком знаете приятном хорошим позитивным нет поспешила я сказать о хорошем приятном позитивным потому что выпадает все-таки башни ну может быть здесь для кого-то и будет такое позитивное но для кого-то здесь будет знаете как-то позитивное в каком контексте здесь может быть в контексте того что вы нашли как будто бы в себе силы что-то поменять да вот что-то изменилось в вашей жизни что-то изменилось ваше состояние вашей души да вот в прошлом именно и и вы это вспоминаете то что я сказала да хорошо хорошо поработали а теперь мы отдыхаем но вот здесь вот по башне что здесь произошло по башне лесу фортуна какие-то перемены были на какие-то перемены были именно вашем характере да именно то вы вы над чем-то поработали до сами собой возможно здесь какие-то убеждения в себе изменили возможно как-то поработали со своим телом но однозначно что-то вы сделали да что-то вы изменили в своей жизни это вы это сделали это вам не вселенная помогла это был ваш выбор да чтобы стать как-то знаете вот независимым человеком приведите какую-то легкость принести какой-то вот праздник веселья может быть действительно реально полюбить себя поставить себя на продистал что-то вы сделали потому что была у вас внутренняя такая потребность внутренний зов да вы его словили что-то сделали а теперь вы как раз таки наслаждаетесь вот кто молодец я молодец то есть это может быть там я не знаю развод расставание переезд там волнение что-то неприятное на первый взгляд но по факту вот то что разрушилась вы знаете либо сможете выстроить что-то на более такой твердой уверенной почве да то есть здесь разрушилась то что во-первых должно было во вторых то что не имела под собой основу и это может быть как и при взаимоотношении с другими людьми и может быть какие-то ваши ваш характер да может быть какие-то привычки может быть что-то в себе вы однозначно изменили то что вам не приносило удовольствие то что вы как-то дайте здесь как будто бы человек захотел какой-то легкости до легкого отношения к себе более уважительного более доброго более искреннего открытого и вот когда вы этого не получали то здесь вы прикладывали усилия для того чтобы что-то изменить в себе не в ситуации в себе и скорее всего была работа над пониманием себя и вот именно вопросе ценности да насколько я позволяю что-то себе и другим людям насколько я люблю себя здесь что-то такое произошло поэтому вот в этом состоянии удовольствие вас удерживает те процессы которые у вас были до этого почему вы не хотите выходить из этого состояния сейчас но если честно да я бы на вашем месте тоже не хотела выходить потому что оно такое приятное здесь такое знаете хочется сказать как как детстве да как беззаботное детство как было хорошо да когда кто-то что-то заботился кто-то что-то делал а вот какое-то вот безоблачное то о чем я не думаю может быть опять таких я расскажу здесь моменты праздников и вот так хорошо когда я себе позволяю чуточку больше почему 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 вы не хотите выходить из этого состояния паш мечей семерка жезлов ну смотрите пока вы не готовы почему потому что пока вы только думаете о том а куда вам дальше двинуться пока вы только как будто вы смотрите на горизонты куда вам какие у вас есть перспективы да что вас ожидает будущем здесь по пажу мечей я бы сказала что вы больше ищите какие-то ответы на вопросы собираете возможную информацию здесь однозначно идет какое-то планирование до размышления на тему перспектив то есть вы как будто бы не хотите торопиться потому что по пятерке кубков да то разочарование которое вы получили она научила вас не торопиться не спешить не спешить двигаться дальше да то есть вам хочется как будто бы побыть еще вот в этом состоянии победителя что я молодец на примеру здесь как вариант может быть когда человек выходит из каких-то зависимостей внутри то есть долгое время данных какими-то привычками своими работала ему удалось ему удалось он победил и вот знаете как то вы правильно все делаете здесь да на самом деле потому что вы даете себе время насладиться каким-то результатом то есть заметить его отметить от его именно отпраздновать здесь кому-то бы вы не хотите торопиться по десятке кубков я еще хочу побыть в этом состоянии прежде чем я пойду дальше буду что-то выстраивать до прежде чем у меня родятся какие-то деньги здесь в принципе абсолютно верная позиция но правильное ваше действие действие если так можно сказать то есть ему свое время на как пела пугачёва до работе время потехе час вот у вас сейчас такое потехе часа когда вы отдыхаете наслаждаетесь принципе правильно делаете отдыхать так это у нас была вторая позиция где там только на победителя и мы переходим к последней позиции к зеленому камешку посмотрим в каком болоте вы пребываете опять-таки если это можно назвать болотом здесь тройки как обычно варится сами собой конфликтуете боретесь сопротивляетесь очень чем вы боретесь до внутри знаете как будто бы ищите способ примирения вы сами устаете от какой-то борьбы внутри вас вот с чем связана эта внутренняя борьба вы как будто бы пересматриваете все время свою собственную ценность знаете вот один день я верю себя и в том что ну я чего-то достоин я чего-то стою а вот другой день как будто бы что-то происходит или настроение упало дам здесь вообще вам нужно следить за своими мыслями прям как только вы иславливаете состояние того что вот какая-то негативная мысль пошла не дайте ей развиваться сразу ее меняйте на что-то позитивное сразу переключайтесь на что-то то что приносит вам удовольствие вот прям найдите для себя те занятия которые вам реально приносят удовольствие для чего для того чтобы в те моменты когда у вас начнется опять таки вот это вот самообичевание своего рода до сама сама критика сразу переключайтесь вот на это позитивное какое-то действие я не знаю может быть какие-то запахи приятные на может быть прикосновение вот бывают такие материалы очень приятный нот как как-то знаете вот как этот не велюр а вот плюшевые игрушки бывают вот они такие мягкие приятны вот их приятно гладить здесь вот касание на что-то такое найдите для себя либо какие-то запахи которые вот вас расслабляет здесь очень сильное напряжение у вас идет внутри постоянная вот этот вот диалог в постоянное метание внутри себя как правильно вот души неспокойно по крайней мере сейчас неспокойно с чем это связано но вот опять таки смотрите это связано с либо с финансовой стороной да то есть не хватает финансового аспекта денег не хватает почему потому что здесь вопрос ценности себя насколько вы себя цените почему потому что когда вот смотрите выходит пятерка мечей аркан именно самокритики да это уже показатель того что вы себя в чем-то ограничиваете на то есть вы считаете что нету вот изобилия как раз таки вселенной да что вот может быть именно мне здесь вы не ориентируетесь на других людей вы ориентируетесь на себя исключительно то есть мне как будто бы не хватает финансов а если мне не хватает финансов значит мир он не может быть изобильным ну как он может быть изобильным значит и если мне не хватает значит он не забили вы здесь вот вопрос того что если мир не изобили значит мне надо за все бороться да то есть просто так мне ничего не будет дано и а если у вас и как раз таки вот эти вот аналогичные мысли если появляются это показателя того насколько вы сами себя обесцениваете если вы себя обесцениваете то ваш мозг будет находить в реальности подтверждение как раз таки этим мыслям еще зачем за что вы себя ругаете смотрите вы ругаете себя за то что какие-то ваши мысли какие-то ваши идеи фантазии они не реализовываются либо какие-то моменты не прояснены да то есть иногда бывает так что еще не время вот здесь такое тоже может быть вы как будто бы ищите какие-то ответы для себя на какие-то вопросы не можете найти на здесь тайна аркан луны как раз и показывает о том что у вас сейчас просто состояние такое достаточно чувствительное да вот вы как вот вы в данный момент времени ваше болото но вот связано я бы сказала скорее всего с какой-то вашей восприимчивостью вот вы очень чувствительны и ранимы бывают такие периоды в нашей жизни когда вот чтобы нам несколько не сказали мы во всем видим какой-то подвох мы во всем видим какие-то подтексты да какие-то недосказанные недосказанности какие-то вот полу намеки вот ощущение того что вы сейчас ваше внутреннее настроение как раз таки настроена именно на на том что вы ищете какой-то вот подвох все время во всем почему потому что проходите какой-то кризис вот именно на данный момент и для того чтобы какая-то ситуация прояснилась что вы хотите прояснить куда вам дальше двигаться либо как что-то завершить либо что-то вы хотите завершить либо вашем движении да то есть это в прямом и в метафорическом смысле да то есть на пути вашей жизни либо вы хотите что-то завершить либо уже что-то завершилось и вы не совсем понимаете а куда вам дальше двигаться то есть что выбрать в каком каком направлении мне идти какую цель мне поставить это один момент либо наоборот как дойти к той цели которую я себе поставил я вижу какие-то преграды я вижу то что вот смотрите по десятке мечей то если у вас есть какая-то цель есть преграды вам говорят о том что чтобы получить ту цель которую вы хотите вам надо совершать абсолютно противоположные даже если не противоположные то другие действия не те которые вы совершали ранее вот здесь смотрите здесь у вас кризис сейчас вопрос самооценки сто процентов что вам нужно сделать для того чтобы прийти какой-то цели вам нужно уйти да уйти от чего от того что у вас было для вас что-то когда-то очень ценным а что было для вас ценным состоянием с одной стороны бездействия а с другой стороны именно жертвенности на лишение вот вам говорят о том что вы очень много как-то многим лишаете себя во имя либо кого-то либо во имя какой-то цели во имя какой-то задачи здесь ощущение того что вы находитесь в экономике да вот вы экономите все время экономится на себе и вот это вот экономия до ограничение она вызывает у вас пятерку мечей она вызывает вас критику до о том что вот все время почему вызывает критику потому что вы подавляете себя вы не получаете удовольствие если вы работаете то вы не тратите деньги на себя тратите деньги на какие-то вот потребности до которые есть для других людей и свои собственно вы не удовлетворяете конечно же они не удовлетворены и у вас появляется вот этот вот момент раздражения момент злости момент агрессии да почему вот я на вас трачу а на себя нет и это происходит как раз таки вот узнаете период самопожертвования либо каких-то ограничений в которых вы сами себя заводите вам говорят что для того чтобы прийти к той цели который вы хотите вы должны первично наполниться по тузу кубков не должны покрыть свою внутреннюю потребность до наслаждения напитаться напитаться удовольствием удовольствием от жизни это не обязательно финансовый аспект это вопрос того что вы должны быть находиться в ресурсном состоянии если вы не находитесь в ресурсном состоянии изобилия то есть внутри когда знаете вот когда сел за беда ну победа ли животно били и вам в этот момент горта 2 я тебе еще и вот это вот буду придать а вот попробую еще вот это попробую еще вот это и вы находитесь в таком состоянии да нет я уже не хочу я уже сыт а то есть я уже наелся я уже больше ничего не хочу и вот вам нужно прийти в такое состояние когда все мои потребности они уже покрыты до когда я уже вот насытился не присытился а вот именно насытился и вот когда я насытился я конечно уже тогда я могу поделиться до тарелкой обеда с кем-то потому что мои потребности покрыты то есть когда на мне есть шубка и на улице минус погода и мне кто-то дарит еще вторую то конечно зачем мне нужна вторая я ей могу поделиться на время а когда у меня у самой последняя шубка кому-то другому холодно на морозе и он говорит поделись со мной то есть сними из себя и дай мне конечно же вы будете злиться и раздражаться здесь вот примерно такая ситуация происходит но вот кризис как раз ки с этим связан и вас и поэтому вас есть только мечтание да как как получить больше денег как заработать и денег вам как раз ки здесь показывают что ваш урок вы получать не можете почему потому что если вы сами себя ограничиваете значит вы как будто мы манифестируете вселенную что у меня и так всего достаточно мне больше не нужно ну то есть я лишаю себя я же нахожу какие-то решения выходы да значит все окей не мне как будто бы и так хорошо его вселенная как раз кидает то что вам и так хорошо ну то есть если вы перебиваетесь ноги на ногу на ноги на ногу значит с вами окей значит вам больше не надо вам больше не дают почему потому что ну здесь вопрос по аркану повешенного вы должны эту ситуацию пересмотреть почему либо для чего вы сами себя лишаете в каких-то ограничения входите если вы сами себя ограничиваете вы манифестируете вселенной что мне так удобно быть в этом состоянии ограничения то есть неудобно вот так вот висеть да когда со мной ничего не происходит да я сижу там что-то философствую да какие-то знания получаю о себе что-то там погружаясь глубь себя понимаю но при этом вот сколько можно висеть вверх тормашками да какой-то момент все равно нужно будет развернуться в прямую позицию потому что так некомфортно и вот вам говорят для того чтобы развернуться в прямую позицию вы должны сами пойти и понять для чего вы себя осознанно подвешиваете именно осознанно это ваше выбор это не кто-то это не внешние какие-то рамки которые вас ограничивают это был ваш выбор для чего-то вы выбрали и вот вы должны здесь понять элементарную вещь если вы когда-то выбрали подвисит подвешивать себя вот за ногу значит у вас есть выбор и соскочить с этой петли это вопрос выбора так что вас удерживает я уже сказала ну давайте мы посмотрим вот вас удерживает это что вы не можете принять решение пойти в это новое что же вас так это новое это переживает но деньги вам кажется что для того чтобы пойти в новое вам нужны какие-то деньги либо какие-то ресурсы какие-то финансы но что-то нужно здесь до по десятке либо семья для кого-то нужно за ощущение того что как будто бы понимаете здесь какая штука в этом уроке что вы ищете какие-то внешние факторы для того чтобы пойти в новое а вам говорят сначала надо в себе это найти не вовне в себе надо найти и только после этого ты сможешь пойти мы тебе откроем дорогу туда куда ты хочешь пойти а пока ты не готов это знаете я пример такой приведу иногда на личных консультациях бывает такое что женщина спрашивает ну почему у меня нету отношений когда начинаешь разбирать характер человека то ты понимаешь что когда человек находится вот в позиции жертвы до человек который ну не умеет ценить себя вселенной его ограничивает по причине того что она говорит что вот на той на тех вибрациях на которых ты звучишь сейчас на на вибрации жертвенности я тебе могу дать только какого-то эгоиста и абьюзера он тебе нужен конечно человек скажет да нет не нужен я хочу нормальных отношений вот поэтому я тебе дорогой перекрываю но нормального человека я тебе дать не могу почему потому что если женщина находится в каком-то грустном состоянии причем постоянно да у нее нету радости в жизни и ничего не интересует то она как человек для мужчины а ты даже не важно не только для мужчины то же самое мужчина да если смотрят женщина например и вон он все время такой вот пессимист мягко характерным ну слабым человеком да вот здесь вот слабость как раз таки здесь детские сценарии проигрываются то что человек не умеет не умеет себя ценить он не понимает то я вот ему дается время вот тебе время пока ты висишь сиди и думай кто то есть в чем твоя ценность чем твои сильные стороны в чем ты преуспеваешь что-то умеешь то есть позитивное научиться видеть то есть включить себе позитивное мышление с негативным у вас все прекрасно вы и так занимаетесь самокритикой то есть все что хорошее у вас есть в жизни вы и так умеете обесценивать если вы прекрасный мастер вы всегда будет когда они да скромничать когда вам что комплимент какой-то говорят вы скромните гадания не они либо там что-то вас поблагодаря да не за что как это не за что если благодаря значит есть за что принимаете понимаете вот выстроить и внутри себя сначала вот этот вот источник то что вам здесь говорят а потузу кубка ценности я ценность самого себе докажите сначала себе что вы алмаз что вы источник света и тогда вам не надо будет ничего как-то добиваться к вам это все самому придет притянется все притягивается по образу и подобию если у вас сейчас не приходит то что вы хотите значит вам нужно внутри себя создать этот образ и это подобие уподобиться первично самому либо самой и только после этого вам откроет дороги сейчас вам дороги не открывает потому что вы проходите урок ценности себя но это если вкратце да так ну а почему вы не хотите выходить из этого болота что здесь хорошего вот этой жертве есть что здесь хорошего смотрите да арканы выпадают два великих аркана смерть и дьявол как разки описание арканы жертвы какой-то периода когда завершается один период когда прошлое подходит вы как будто бы прошлое не хотите отпускать вам трудно вам тяжело как будто бы отпустить есть какая-то привязанность к этому прошлому вы не можете пойти в новое сейчас вам кажется что вам дороги перекрывать на самом деле это вы не можете пойти вы не готовы пойти туда почему что вас держит в этом прошлом двойка кубков звезда какая-то ваша надежда да вот вы как будто бы свою надежду оставили в прошлом с чем здесь была связана эта надежда с королем педакли отшельником смотрите здесь может быть либо ситуация с каким-то человеком до который для вас с вашей точки зрения оказался вам подходящим стабильным очень мудрым таким знаете даже философским немножко человеком и видимо с ним не сложились отношения неважно партнерские любовные там родственные неважно либо здесь какая-то ваша надежда по поводу финансов да вот она идет как будто бы из прошлого до какой-то какая-то стабильность и вот очень долго долго думаете на этот счет почему почему не складывается что здесь про короля пендаклей вот аркан мира где скорее всего какие-то отношения были завершены либо развод был такой вариант тоже может быть и вот и либо мужчина либо женщина скорее всего женщина осталась без какой-то финансовой поддержки вот она как будто бы не может выйти в этот достаток почему потому что здесь опять таки вопрос скажу вашей психологии здесь не вопрос в том что почему нету денег да например почему я не могу найти работу так чтобы найти работу вы у вас должны быть глаза открыты а для того чтобы замечать эти возможности а вы их не видите потому что нету настроение вот когда у нас настроение упадческое пессимистическое мы никогда ничего не видим то есть когда нету настроения мы грустны навсегда голова опущена вниз мы идем смотрим себе под ноги а возможности они возможно выше находятся да то есть где-нибудь на небе да вам надо поднять голову вот как по пятерке вот здесь вот педакли вам надо поднять голову и увидеть эти педакли ведь они есть рядом но вы не видите вы под ноги себе смотрите а для того чтобы их увидеть на на настроение поменять и поэтому здесь вопрос вот это вот жертву которую вы проигрываете внутри себя вам нужно здесь научиться позитивному мышлению прям осознанно все начинается с пятерки мечей с той критики которую вы сами направляете на себя свое собственное недовольство если вы недовольны чем-то внутри себя значит вы что-то в себе не принимаете и вот по повешенному вам дано время на то чтобы вы увидели какую часть себя вы не принимаете что вам нужно принять на чем вам нужно поработать что вам не хватает какого-то пасла для того чтобы он был целостный что он там не хватает да вы не уверены по двойке педаклей вы просто не уверены что вы являетесь королевой педаклей такая знаете стабильная здесь вопрос преданности тоже немножечко подшатался найдите в себе часть здесь как-то вот с профессиональной сферы до с деньгами из профессиональной сферы связано в любом случае какой бы сферы это не касалось здесь вопрос как раз таки ценности себя сами себя принижаете принижаете ограничиваете особенно если у вас есть семья первым делом семья а потом я и вот здесь нужно пересмотреть эти взгляды они не совсем верные ну то есть может быть раньше это как-то и работала а сейчас это уже не работает сейчас вы должны поставить себя на первое место для чего для того чтобы знать когда вот вы себе что-то хорошее делаете для себя неважно какая-то мелочь просто не обязательно тратится финансово а что-то сделать то чтобы вас наполнило да я не знаю как то что-то вкусное себе приготовить как-то я не знаю поставить музыку посмотреть хороший фильм до поднять себе настроение в хорошем настроении вы на себя если будете потом смотреть в хорошем настроении в зеркало обязательно что-то хорошее увидите да а когда вы плохом настроении вы всегда будете делать акцент то там у меня прыщ то там морщинка там еще что-то вот здесь вопрос том что вам нужно изменить ваше мировоззрение вот троечки такая была позиция может быть я вас просто словила в какой-то ну период вашей жизни такой не очень приятный до праздники закончились деньги закончились и что теперь делать когда жить до зарплаты такой момент тоже может быть вот такой был расклад я благодарю еще раз тину за предложенную тему хочу пожелать вам всего самого наилучшего и до встречи в пятницу в пятницу мы будем разбирать тему какую же я тему-то выбрала честности на самом деле я хотела лицемерия но поскольку все таки будет в россии будет отмечаться рождество вот ну как-то лицемерие на рождество хотя но было бы и уместно для меня как для меня но вот все таки решила посмотреть вопрос честности о лицемерии уже будет на следующей неделе прощаюсь с вами всего вам самого наилучшего пока пока